E-Com Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С. Здравствуйте, давайте познакомимся. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут и представьте компанию, которую вы сегодня здесь презентуете. Здравствуйте, меня зовут Тимофей Триумфов, я коммерческий директор X5 Omni. Это новое направление, новая дочерняя компания X5 Retail Group. И мы занимаемся доставкой для e-commerce, то есть мы развиваем доставку для интернет-магазинов, для маркетплейсов в магазины X5 с помощью попутной логистики X5. Ну, вкратце вот так. Тимофей, расскажите, какую главную цель преследуете сегодня, находясь на этом мероприятии? Ну, мы хотели бы познакомить, в принципе, E-Com с нашей услугой. Мы вот только год назад стартовали с этим проектом, поэтому хотели бы пообщаться с интернет-магазинами, с маркетплейсами, послушать, что им нужно, какие услуги наиболее востребованные, какие, может быть, коммерческие условия интересны, какой СЛ интересен. То есть хотели бы собрать максимум информации, контактов коллег и поделиться с ними, что вот у нас теперь новый сервис и понять, что нужно, что главное, чтобы наш сервис был удобным и интересным в итоге для конечного покупателя, для конечных пользователей интернет-магазинов. Согласитесь, что ритейл меняется стремительно, а e-commerce еще быстрее. Как вы считаете, за какими решениями сегодня охотятся игроки рынка? Ну, если мы говорим кроссбордер, там ничего не меняется, там коллеги в основном из Поднебесной всегда ищут самый дешевый способ доставки, и это одно направление. Если мы говорим про доместик, то люди, конечно, смотрят в сторону удобства. То есть чем более удобная доставка для человека, тем это более приоритетно. То есть мы всегда, когда, например, ищем пункт выдачи заказов, стараемся найти его ближе к работе, ближе к дому. И поэтому, как нам кажется, мы, как X5 Retail Group, с более чем 15 тысяч магазинов на сегодня, находимся настолько близко к нашим клиентам, в том числе и тем, кто будет покупать интернет-магазины, что как раз, когда открываем точки выдачи в наших магазинах, мы становимся реально удобным сервисом. Ну, как-то так. Российские онлайн-магазины ведут ожесточенную борьбу с китайскими. Как вы считаете, что может помочь нашим игрокам вырваться вперед? Ну, у китайских коллег свой ассортимент, свой подход, свои ограничения, которые постепенно давят и давят на кросс-бондер. Но, тем не менее, соревноваться с производителями из Китая тяжело. Как мне кажется, важно для наших российских интернет-магазинов поддерживать качество товаров, широкий ассортимент и всегда быть честным со своими покупателями. Потому что это именно то, что, как мне кажется, отличает хороший российский интернет-магазин от, может быть, не совсем честного и не совсем до конца прозрачного мерчанта на каком-нибудь большом кросс-бондер-макетплейсе. Тимофей, если говорить в глобальном смысле, то как вы считаете, какие проблемы наиболее остро стоят перед игроками электронной коммерции? Перед игроками электронной коммерции, мне кажется, стоят разные и вопросы, и задачи. Это и масштабирование, потому что e-com, слава богу, растет. Это растущее направление, поэтому нужно каждый день подстраиваться под увеличивающиеся объемы, увеличивающийся темп, новые какие-то задачи, которые нужно решать все быстрее и быстрее. Все мы превращаемся в IT-компании, хотим мы этого или нет, будь то логисты, будь то интернет-магазины. Все мы крутимся вокруг IT, и поэтому, как сказать, всем нужно становиться более технологичными, быстрыми, ну и, как обычно, не забывать, чтобы это все еще было операционно-эффективно. Спасибо большое вам, успехов в работе. Спасибо. Спасибо.